Всем плавный hello, с вами Даша. И я давно не выходила на связь, но очень хочу вам рассказать. Все-таки я, наверное, буду неправильным блогером, если я не поделюсь с вами своими новинками, впечатлениями о том, что сейчас использую. Значит, недавние времена я использовала Metronic 670 и Monitoring Guardian 3. Сейчас я использую Dexcom и также использую, вот покажу вам, помпа 715. Это моя очень старая помпа, одна из самых первых. Вот, и она как раз подходит для петли, поэтому я ее достала. Также я недавно приобрела вот такую вот штучку, это Rally Link. Он соединяет мою помпу с телефоном, для того, чтобы получилась вот эта загадочная петля. У меня телефон iPhone. У меня iPhone, поэтому я собрала Free Apps. Точнее, это было не так. Я обратилась в группу о помощи, ну, попросила о помощи, и мне помогли это все сделать. Сейчас я не калибрую постоянно. У меня приложение Dexcom выскакивает каждые 12 часов о том, чтобы я калибровала. Я не калибрую, но, не надо сверять глюкометром, в принципе, результат меня удовлетворяет, потому что расхождение минимальное, и плюс нет того недостатка, который есть в Guardian. То есть на очень низком сахаре он занижает. То есть если там 4, он уже 2 пишет, или вообще сирена говорит, что скорее купируйте сахар. Это из таких супер плюсов Dexcom, которые я ощутила на себе. Еще один плюс это в том, что если вы забываете откалибровать, то график сенсора не пропадает, и вы можете спокойно жить. То есть, по сути, сейчас моя задача стоит в том, чтобы минимизировать время, которое я буду тратить на свой диабет, чтобы компенсация была на высшем уровне, и при этом меньше уделять ему времени. То есть там, по сути, заменять батарейку, залить резервуар инсулин, поменять там конюлю, все это до 10 минут в день, там где-то откалибровать сенсор, и заниматься больше времени со своими делами. В общем-то, обзор этой системы называется эта система Free Apps. Это типа луп, но замкнутая система, которая подает микроборусы. Я о ней расскажу чуть позже, потому как я всего здесь использую пару дней, и еще не ввела свои данные правильно, потому что я использовала до этого Medtronic 670, и разница колоссальная, так как в Medtronic 670 всего лишь там пару настроек, то здесь настроек гораздо больше, и интерфейс такой, что ты сам должен вникать и понимать, то есть есть предсказание глюкозы, когда она повысится, когда она упадет, и что вообще будет происходить с своим сахаром. Это одно, конечно, из плюсов, но это усложняет немного задачу в плане того, что вам нужно будет все-таки заниматься первые дни вот этой петлей, настройкой и так далее, и еще нужно будет привыкнуть о том, что вот я сейчас ношу пояс, к этому тоже нужно привыкнуть, потому что я до этого использовала клипсу, и не носила пояса очень давно, то есть у меня где-то что-то лежало, но, к сожалению, мне стало тяжелее носить клипсу, из-за того, что я на улице всегда ее где-то ношу, но помпа как бы при мне, она видна, ну не из-за того, что комплексую, из-за того, что видно, а вопрос в том, что я цепляю за какие-то предметы, либо на углах кого-то там цепляю, либо там у людей в очередях толкаются, и я больше переживаю за состояние самой помпы, то есть чтобы не разбить, чтобы она нигде не упала, чтобы никто ее не сломал, пока я там где-то в очередях бегаю, то есть если в поясе, то мне кажется, это более безопасней, в плане передвижения, там, если же за клипси она, то может с клипсы просто отпасть, и помпа будет висеть в воздухе, там, или где-то удариться, а стены, например, или какие-то там другие преграды, вот, то есть в принципе надо к этому привыкнуть, к тому, что нужно будет носить пояс, ну, и к тому, что нужно еще будет носить одну дополнительную коробочку, как я уже сказала, я еще полностью с этим интерфейсом не разобралась, потому как у меня есть еще где-то такие скачки неприятные, там 9-10 бывает сахар, но сейчас я уже над этим активно работаю, я хочу, чтобы была возможность лучше контролировать свой диабет, то есть буквально нажимать с телефона управления, это уже достаточно удобно, если ты, например, одеваешь помпу и где-то прячешь ее под платьем, тебе не нужно будет залазить под платье, или же там где-то на пульте что-то настраивать, то есть у тебя уже есть готовые коэффициенты, ты можешь это сделать с телефона, и телефон тебе предложит на коррекцию, и также если у тебя нет времени заниматься своим диабетом, то в принципе, если коэффициенты все правильные, должна петля выстроить более-менее красивую картинку, я считаю это плюсом, потому что сейчас есть куча разных профессий и куча разных вариантов занятости, когда нужно минимизировать свое время, есть люди, которым просто не хватает катастрофических времени, чтобы ввести этот дневник, заполнять, писать, редактировать это все, выписывать графики сенсора, заниматься подобным прочим, и также само очень мало эндокринологов, которые помогут разобраться в этом, то есть не могут сказать, ну не ешьте там сладкое, ну поставьте мониторинг, а вникать в эту всю картину придется вам, и вам никто не обязан это все рассказывать, то есть вы должны это все сами понять, сами настроить, так как получается у меня все приборы, которые были, я настраивала по каким-то там, как он называется, пробопопыток и ошибок, и сейчас так же само, потому что у меня нет таких сталых коэффициентов, и до сих пор такая какая-то, вот я даже не могу объяснить это, но чувствительность к инсулину и чувствительность к влеводам, она почему-то каждый день разная, то есть вчера я встала с сахаром 4, сегодня я встала с сахаром 9, то есть, ну вот разница в том, что петля потихоньку-то снижает сахар, но вопрос в том, что все-таки почему-то вот как-то оно так происходит, что где-то просыпаются гормоны со мной, где-то не просыпаются, и когда подкалывают, когда нет, ты не знаешь просто, когда садиться завтракать, и если ты можешь переворщить с инсулином, то будет гипо, если нет, то будет огромная гора, никому не нужная, то и другое очень плохо для организма, так же, как и для самочувствия, я прошу прощения за свою дикцию, потому как я очень давно не разговаривала, но кажется, с моим дистанционным обучением, кстати, я учусь в медицинском университете, и у нас сейчас дистанционное обучение, вы представляете, это так смешно, как может происходить общая хирургия дистанционная, да просто в зуме пары, встаем, идем на пару, идем на пару, просто включаем планшет, одеваем наушнички и на паре. С одной стороны, это очень круто, потому что мы не контактируем с возможными людьми, которые болеют уже, или перенесли эту болячку, которая сейчас сложилась у нас в стране, с другой стороны, это очень плохо, потому как мы не видим операцию, если раньше мы, возможно, имели возможность попасть на операцию, то сейчас, к сожалению, мы не имеем возможности попасть на операцию, нам ничего даже не покажут из-за этого ковида, и обучение, к сожалению, не очень хорошо проходит, не очень эффективно, но сложившаяся ситуация нам помогает в саморазвитии, то есть мы можем иметь больше времени за счет того, что мы не ездим. Мы его тратим на саморазвитие, на работу, на какие-то свои увлечения, и также я его трачу на YouTube. К счастью, эта ситуация мне помогла понять то, что я действительно хочу быть больше независимой от своего диагноза, я хочу опинивизировать это все до такой степени, чтобы я прям иногда просто заглядывала, что там происходит, и у меня все было хорошо. К сожалению, я очень люблю своих соседей, и они мне не дали рассказать о своих планах и о своей системе, которую я тащу, это Free Apps. Я хочу более подробно рассказать это в следующем видео, так как это видео более ознакомительное, то есть я просто хочу вам рассказать новость о том, что у меня была до этого помпа, которая была с типа замкнутой петлей, а сейчас эта петля уже на моем телефоне. С вами была Даша, пока! Субтитры сделал DimaTorzok